Доктор философских наук В этом выпуске мы поговорим о советском и российском философе, политологе, публицисте и общественном деятеле, известном новаторским подходом к осмыслению социально-религиозной проблематики, об одном из ведущих в России специалистов по вопросам глобализации, критики глобализма и общества потребления, а также о теоретике русской цивилизации, о понарине Александре Сергеевиче. Хочу отметить, что наш гость – ученик Александра Сергеевича, а сам философ родом из Донбасса. Прежде чем начнем беседу, давайте познакомим наших зрителей с человеком, который предвидел многие события, которые происходят в наши дни. Панарин Александр Сергеевич родился 26 декабря 1940 года в городе Горловка. Окончил философский факультет МГУ имени Ломоносова, затем аспирантуру. Написал более 250 научных работ, в том числе 18 крупных монографий и книг. Наиболее известные из них, принёсшие понарину известность и популярность – это политология, глобальное политическое прогнозирование, православная цивилизация в глобальном мире, агенты глобализма. Позднее эта работа целиком вошла в книгу «Искушение глобализма», за которую учёный удостоился Солженицынской премии. И, наконец, стратегическая нестабильность в 21 веке. Кроме того, Панарин Александр Сергеевич написал немало статей, реагируя на те или иные события. Умер Александр Сергеевич Панарин 25 сентября 2003 года в Москве. Дмитрий Евгеньевич Александр Сергеевич Панарин не стал официальным политологом, он не поддерживал ни власть, ни оппозицию. На чьей стороне он выступал или, если сказать точнее, какие идеи он поддерживал? Вы знаете, Александр Сергеевич действительно был свободным мыслителем. Он пережил очень непростые годы 60-е, 70-е. В начале 70-х он защитил посвященную Фуросте кандидатскую диссертацию. Однако на волне перестройки он был приглашен в Московский государственный университет и параллельно начал работать в Институте философии Академии наук СССР. И его исследования, это главное, привели его к необходимости, во-первых, переосмысления места и роли Запада в мировой истории. Конечно же, это Россия, ее судьба, ее предназначение. И, по большому счету, это грядущий миропорядок, который после эпохи завершения Холодной войны и попытки Соединенных Штатов Америки выстроить однополярный мир с определенными стандартами, с определенными нормами, вопреки Хельсинскому заключительному акту сотрудничества и безопасности. Вот эти проблемы очень серьезно волновали Александра Сергеевича. Его не могли не волновать проблемы распада Союза СССР, парада суверенитетов. И он думал о том, как русская цивилизация, на каких основаниях, в какой форме она должна быть регенерирована, то есть воспроизвести себя в новых условиях. Книги Александра Сергеевича Понарина посвящены антиглобализму и месту России в современном мире. А какое будущее России описывал философ в своих книгах? И какие вы рекомендуете прочитать нашим зрителям? Да, конечно же. Перу Понарина принадлежит порядка 17 крупных монографий, не считая сотен статей, интервью и прочих других интеллектуальных интервенций, я бы это так назвал. Но, конечно же, что касается России, это главная, пожалуй, работа, вышедшая в 2002 году. Это православная цивилизация в глобальном мире. Александр Сергеевич был сторонником цивилизационного подхода. Он полагал, что сегодня в мировой политике, в международных отношениях действуют пять геоцивилизаций, пять мировых цивилизаций. Это западная, это русская или евразийская. И три восточных цивилизации – исламская, индо-буддийская и синская или конфуцианская цивилизации. При этом он полагал, что, конечно же, мировая история, мировая драма такова, что Запад в течение 500 лет, начиная с эпохи великих географических открытий, вообще экспансии вовне, научной и промышленной революции и так далее, Запад овладел вот этими ритмами истории. Однако религия прогресса и вообще те социальные изменения, которые были на Западе, они привели его, в конце концов, к тупику. О чем речь? О том, что пределы роста были обнаружены в докладе Римского клуба, и Запад не сделал западные лидеры, западные державы не сделали вывод из этого. Во-вторых, те идеологии, которые на Западе направили бал, ну, прежде всего, либерализм, неолиберализм, левые идеологии, вот они, к сожалению, и внутри Запада, и между Западом, и внешним миром произвели очень жесткую дифференциацию. Она по-разному может быть названа, золотой миллиард и все прочее, значит, метрополия, периферия, полупериферия, если брать теорию Валерстайна и так далее. Что касается вот России, Евразии, постсоветского пространства, Панарин считал, что Россия приглашена быть частью Запада, но ей выставлены такие, так сказать, перескуранты, такие условия, которые этого сделать не позволят. Россия вынуждена быть второй Европой. Одна из работ Панарина как раз называется «Вторая Европа или Третий Рим». И Россия, по сути дела, делает выбор между атлантизмом и евразийством. Атлантизм в широком смысле некая идеологема, которая связывает старушку Европу и англосаксонский мир в целом. А евразийская ориентация России, ну, конечно, она более прозрачна, более продуктивна, и она имеет историю. Это вот такой синтез народов Евразии вокруг решения больших исторических задач. Это комплементарность этих этносов. То есть, живя совместно, они научились вырабатывать какие-то кардинальные решения, которые шли всем во благо. Ну, а что касается Запада, вот Запад, согласно Панарину, победив в Холодной войне, начал, так сказать, новую сегрегацию. В данном случае на основе либерализма. Начал новую войну за ресурсы. Начал, вообще, так сказать, вот то, что Бжезинский называл геополитическими шахматами. Ну, а вот что, по сути, пытается доказать американская власть своими действиями? Американская власть пытается доказать одну простую, как им кажется, истину, что Америке самим Богом вменено быть проводником демократии в мире. Вот этим светочем, это статуя свободы, мы знаем, да, существует. Так вот, это все, говоря языком современной философии, это все симулякры. На самом деле, получается так, что, следуя Панарину, на всем по-советском пространстве, там, где были сменены режимы, началась деиндустриализация, депопуляция, дикое обрушение варварства, то есть забвение вот и советской, и той классической русской культуры, и языка, который это большое пространство, этот Lebensraum собирал в единое целое. И недаром как раз Панарин утверждал, что русская культура и русский язык, и вообще русская традиция – это вот тот, условно говоря, клей, который соединял все этносы в семью, большую семью евразийских народов. Но вот американцы придумали технологию, которая не просто разъединяет, противопоставляет, разделяет и влавствует, но которая делает из этих этносов неких, так сказать, самостоятельных, самообытных исторических субъектов. Ну, давайте посмотрим на современную Украину. Является она таковой? Конечно же, нет. Во всех отношениях – в политико-идеологическом, финансовом, в военном, многих других. То есть стандарты жизни западные, есть подражание, есть, так сказать, мимикрия, но на самом деле украинцы тем самым потеряли свою идентичность полную. Они вышли из семьи славянских народов, покинув СНГ, если мы знаем, и другие, так сказать, союзы. Но стали ли они частью Америки, новым штатом Америки, стали ли они частью Европы, стали ли они частью НАТО? Вот об этом Александр Сергеевич предупреждал, что двойные стандарты, двойная мораль и двойной язык у лидеров Запада. И, к сожалению, некоторые славянские, тюркские народы, да, вот они повелись на эти приманки демократического Запада о вступлении. Нет, этого не произошло. Вот, кстати, Александр Понарин писал в своей книге «Православная цивилизация», что у России два пути в глобальном мире – либо быть самобытной, либо перестать существовать вообще. На ваш взгляд, является ли на данный момент Россия самобытной державой? Без сомнения. «Государством цивилизации». Вот, кстати, одни из паналитских чтений как раз состоялись, и по их результатам была выпущена такая вот книга «Россия как государство и цивилизация». Мы говорили о высших целях, о смыслах, о ценностях и так далее. Вот русская цивилизация воспроизводит себя сейчас, и это мы видим на основе православной традиции, как культур образующей, как государство образующей, и как той традиции, которая как раз позволяет вести вот этот внутриевразийский диалог, в общем, диалог о главном. Но он, получается, поддерживал те постулаты, которые несет в себе православная культура. Ну, выражал, да. И вот в книге «Православная цивилизация» об этом и говорится. Причем, заметьте, какой интересный вывод делает, общий вывод к этой самой книге, Александр Сергеевич, мы, говорит, не можем, как американцы, приватизировать будущее. Оно, в принципе, не приватизируемо никем. Оно принадлежит всем абсолютно. Но другое дело, что наша задача, вот, с опорой на русских святых, с опорой на великих русских писателей, на великую русскую литературу, пушкинская парадигма, он это так называл в русской культуре, открыть будущее для других. Вот когда мы попытаемся это окно возможности открыть для других, неважно, это сирийский народ, это, значит, корейцы, соединяющиеся в единую государственность, да, но в эпоху Холодной войны разъединенные, это Куба, это, я не знаю, так сказать, латиноамериканские народы и так далее, и тому подобное, если мы своим волевым и нравственным актом открываем это будущее для других, тогда и у нас появляется шанс, собственно, спастись и войти в это будущее. Вот в этом, в этой жертвенности, в этой такой искрометной, что ли, идее соучастия в судьбе других, вот, смысл и православной культуры, и православной государственности. Ну, в принципе, сейчас Россия ведет такую политику, политику с попытками договориться со всеми мирным путем. Вот все сроки Владимира Владимировича, начиная с первого, пожалуй, я наблюдаю за деятельностью президента Российской Федерации, за его решениями стратегическими, тактическими, но без сомнения, одна из точек опоры мне представляется, вот таких концептуальных, очень важных, это, конечно, идея Панарина. И на одних из чтений, вот, и Патриарх, и ректор МГУ присутствовали, участвовали и высказывались, так сказать, в том, что Панарин действительно наш современник, наш собеседник. Но я думаю, что и президент Российской Федерации, я повторяю, опирается не только там на Ильина, что он декларировал, да, но и на Панарина. — Дмитрий Евгеньевич, вот расскажите о Панаринских чтениях, в каком формате проходят сейчас конференции? Я знаю, что они проходят ежегодно, начали проводиться через год, со дня смерти. — Ну, практически, да, сразу после смерти. Оксан Сергеевич ушел 26 сентября 2003 года. Его ближайшие ученики и последователи, ну, в частности, профессор МГУ Валерий Николаевич Расторгуев, профессор кафедры, которую Панарин основал, кафедры теоретической политологии. Теперь она называется кафедрой философии, политики и права. Вот она выпускает специальный журнал кафедральный, он называется «Философия, политики и права». Вот так он выглядит. Он тоже тематически привязан и к чтениям, и к идеям, главное, Сан Сергеевич. Так вот, прошло на сегодняшний день 15 чтений. Они были посвящены разным сторонам и наследия Панарина, и актуальным проблемам мирового развития, развития самой русской цивилизации. Ну, и что самое важное, что школу составляют, вот как уже известно, маститые ученые. Это и Александр Леонидович Казин, это и группа исследователей в Институте наследия имени Лихачева, Сергей Юрьевич Житинев, Татьяна Викторовна Беспалова, например. Но и поросль молодых исследователей, вот есть такой Харин, он готовится защитить докторскую диссертацию. Хотя есть и последователи, которые работали и защитили кандидатские диссертации, Сигачев, например, в МГУ. Чтения проходят на философском факультете, но в последние годы, вот благодаря, опять же, инициативам Расторгуева, чтения в том числе проходят на площадках Всемирного Русского Народного Собора и в Государственной Думе. То есть панаринские идеи не просто заинтересовали законодателей, но и стали реальным инструментом формирования стратегии культурной, социальной политики. Если хотите, экологической политики, потому что у панарина есть и это, например, вот в работе «Россия в циклах мировой истории». Там можно найти идеи, связанные с тем, что экологическое сознание — это один из спасательных кругов не только для России, но и, так сказать, вообще для всего человечества. Поэтому вот примерно так. — Адмитрий Евгеньевич, а вот чем запомнился Вам Александр Сергеевич и Ваши воспоминания о нём? — С Александром Сергеевичем мы познакомились в 2000 году, осенью. Он был приглашён на исторический факультет Донецкого национального университета и читал несколько дней свои замечательные лекции. Причём они тематически были посвящены разным проблемам социальной теории. И в ходе лекции, естественно, возникали всевозможные вопросы, на которые он очень живо отвечал. И более того, он после лекции, так сказать, продолжил это общение, эти беседы. И в тот момент я готовил, завершал кандидатскую диссертацию, и мне посчастливилось быть услышанным, панаринным. И, по сути дела, он дал своё, так сказать, такое, если хотите, отеческое благословение на защиту этой работы. Ну и впоследствии и переписка, и общение уже в стенах МГУ. В частности, в мае 2003 года состоялось последнее его публичное выступление на конференции «На пути к единому человечеству» со знаком вопроса, где панарин делал блестящий пленарный доклад и руководил секцией «Россия в глобальном мире». И эти вот живые прикосновения, так сказать, вот к этому знанию, к этому удивительному человеку, носителю, без сомнения, высочайшей не только философской культуры, да, или политологической культуры, но и культуры русской в целом, хотя вы правильно заметили, он уроженец города Горловка, вот такого угольного, так сказать, региона нашего, да. Но это подтверждает тот факт, что Донбасс известен и прославлен не только горняками и металлургами, например, да, то есть представителями рабочих профессий, но и представителями творческих профессий, конечно, художниками, композиторами и так далее. Но и вот оказывается, среди уроженцев Донбасса есть замечательный великий мыслитель, награжденный там несколькими орденами, премиями, Солженицынской и Ломоносовской премиями, и которого читают на сегодняшний день во многих странах мира, ибо он переведен на английский язык, вот Франция переводит по Наре на сейчас, Сербия очень активно интересуется. Поэтому вот эти встречи, живые встречи, они, конечно же, оставили неизгладимое впечатление. А я напоминаю нашим телезрителям, вы смотрите программу «Путь правды» в студии у нас Дмитрий Евгеньевич Муза. Дмитрий Евгеньевич, вот, как известно, у Александра Сергеевича были предсказания о событиях, которые происходят сейчас не только в Украине, а и во всем мире. Ну, скорее, не предсказания, а прогнозы, потому что все-таки понарен ученый. У него действительно был замечательный текст, замечательная книга «Глобальное политическое прогнозирование». Христоматийная работа. Но я прежде хотел бы вспомнить о прогнозе 1997 года, он выложен в интернете, его можно найти, в каком мире нам предстоит жить. Так вот, Панарин пишет в отношении России и мировых процессов, что либо Россия и США продолжат создавать геополитический плюрализм, и это, возможно, приведет, в конце концов, к глобальному конфликту, потому что не Россия, а и Китай, мы понимаем, не смиряться, так сказать, с гегемонией Америки. Но, с другой стороны, с чем должна Россия туда перейти, в этот мировой процесс? И это вот второй сценарий. В России обязательно должны смениться элиты, 1997 год. Эти элиты должны быть национально ориентированными, они должны четко понимать, какое место и предназначение России в мире исторически обусловленное, причем необходимое, грядет в 21 веке. И вот этот второй сценарий в полной мере в наше время, мне думается, подтверждается, потому что приход Владимира Владимировича и его внутренняя и внешняя политика подтверждают этот прогноз. То есть национально ориентированные элиты, опирающиеся на свою собственную культуру, на свою традицию и отстаивающие не только интересы России, потому что мы как-то с вами считаем, что в основном в политике интересы важны, ценности. Россия — страна великих ценностей. И вот этот ценностный доминант и ценностная составляющая в его прогнозе есть. Что касается других аспектов его прогнозов, конечно, он считал, что будущее не приватизировано Западом, и грядет, очевидно, реванш Востока, переход инициативы к Востоку в широком смысле. Это Китай, Индия и Россию он относил, между прочим, не к Западу, а к Евразии, то есть, если хотите, это Восток и Запад. Так вот, эти цивилизации, индийская, китайская, исламская, я еще не сказал, и русская, в конце концов, выработают некую конструкцию, которая позволит изменить вообще архитектуру мирового порядка. Собственно, это и произошло. Была создана организация, шанхайская организация сотрудничества, вот саммит состоялся в Циндауна на этих днях. И, конечно же, это БРИКС, та конструкция, которая сейчас действительно связывает не только континенты, но и различные народы и цивилизации. И, по сути дела, это и есть реальный альтернативный путь в будущее, путь, построенный на справедливости, на транспарентности, на взаимном уважении стран и народов. Вот, кстати, еще такой вопрос возник. Панарин был против вступления России во Всемирную торговую организацию? Конечно, конечно. Как и против вступления в НАТО, потому что считал, что эти организации являются, прежде всего, проводниками интересов того же Запада. Почему? Потому что неэквивалентный обмен между Западом и незападом – это факт. И сама эта организация, в конце концов, должна была усилить, узаконить, если хотите, этот неэквивалентный обмен. Он просматривается не только на уровне государств, но и на уровне транснациональных корпораций. И, конечно, вот это неравенство очень беспокоило мыслителя, и он был против. Дмитрий Евгеньевич, в преддверии вступительных экзаменов в ВУЗы Ваши пожелания для абитуриентов, будущих студентов? Вы знаете, мне кажется, что на историческом факультете на сегодняшний день хорошими специалистами готовятся студенты по этим двум направлениям подготовки – политологии и международные отношения, которые как раз дают реальный ключ к пониманию не только мировых процессов, но и себя в этих мировых процессах. И, конечно же, вот само присутствие духа Панарина на факультете, его, так сказать, топос его рождения, место его рождения очень символичны. Я думаю, что вот то огромное наследие, которое он оставил, а это действительно так, это блестящие работы, это блестящее интервью. И в Ютубе есть из Ливадийской конференции, вот его тоже, так сказать, замечательное выступление. Вот все это дает возможность гуманитариям сегодня, я повторяю, готовиться к тому, что наш мир должен быть понимаем, не только объясним, но и понимаем, прогнозируем, предсказуем, но самое главное – наш мир должен быть устойчивым. И то, о чем писал Панарин, вот эта стабильность, эта безопасность в мире должна быть обеспечена вот этой высокой, повторюсь, гуманитарной составляющей, нравственной составляющей. И в какой-то мере, ну, мне кажется, что исторический факультет может дать вот эти не только, так сказать, предпосылки, но и заложить вот реальную, реальную, так сказать, профессиональную культуру, ну и любовь в том числе к России, потому что к России и к малой нашей родине, потому что вот эти вещи, они обязательно входят в планы подготовки специалистов. Дмитрий Евгеньевич, спасибо, что пришли к нам в студию. А я напоминаю нашим телезрителям, что вы смотрели программу «Путь правды». У нас был в студию гость Дмитрий Евгеньевич Муза, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Крымской академии наук, сопредседатель Сборского клуба Новороссии, член Зиновьевского клуба Новороссии. В студии для вас работала Марина Ерёмченко. Не переключайте канал и оставайтесь с нами.